Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Голос Калифорния. Меня зовут Гульнура и сейчас я нахожусь в продуктовом магазине. Это не самый дешевый, но и не самый дорогой продуктовый магазин в Америке. Это франчайз, который есть по всей Америке. Но в данный момент я хочу познакомить вас именно с мясным отделом и показать все цены на все виды мяса. Но давайте начнем, естественно, с самого дорогого. Это стейк. Сколько здесь стоит стейк? Допустим, это за паунд стоит 7,99 долларов. Паунд это по-нашему полкилограмма. За полкилограмма мяса, это бивка, говядина стоит 8 долларов. Но вот это вот целый, полностью, он у нас будет стоить за 58 долларов. Но если вы в мембер, оно стоит 43 доллара. Мембершип бесплатный, на который подписываются. Вот, значит, это у нас, так, получается, это 7 паундов. Это примерно 3,5 килограмма. И вот 3,5 килограмма без мембершипа, оно стоит 60 долларов. И с мембершипом где-то 44 доллара. Примерно вот так вот. Вот, что у нас здесь значит со стейками. Стейк у нас стоит 11 долларов за полкилограмма, вот за паунд. И вот, допустим, маленький стейк, вот такой на одного человека, можно здесь купить за 11 долларов. За, это получается, за вот этот кусок мяса. Но на самом деле тот паунд, он стоит 15-19, 16 долларов. Но вот это вот все, один маленький кусочек на одного человека, значит, можно купить за 11 долларов. Очень даже приемлемая цена в Америке. Вот, ну, естественно, где-то что-то с косточкой, или оно вес побольше, вот уже, например, 13 долларов или 10 долларов. Вот этот уже побольше, видите, да, он уже стоит, например, 22 доллара. Но мембершип 16 долларов. Но паунд везде одинаковый. Например, 10-19, 11 долларов за паунд, за полкилограмма. Вот, это и есть биф, есть и маленький кусочек, если вы хотите. Ух, я аж проголодалась, аж хочется, знаете, покушать мясо, да. Вот, здесь у нас, давайте посмотрим, лэм, это баранина. Вот, баранина здесь, значит, стоит за полкилограмма 9 долларов. За полкилограмма, это за паунд 9 долларов. Но за весь вот это вот полностью, допустим, ой, тяжеленький, если честно. Вот, смотрите, за вот это вот, да, он так неплохой. Смотрите, он полностью, допустим, здесь стоит, это 5 паундов, значит, примерно это 2,5 килограмма. И за вот это мы можем купить за 48 долларов. Вот, лэм, это вот такие вот здесь цены. Так, это лэм с косточкой, вот, вот такие вот здесь косточки. Это стоит, значит, 7 долларов за паунд, 7 долларов за полкилограмма. И здесь почти 2 паунда, ну, килограмм. И это нам обойдется за 12 долларов. Значит, это вкуснятина, это будет у нас 12 долларов, примерно. Вот, а давайте, значит, дальше пойдем. Замаринованный уже стоит чикен, чикен тайс, это уже чикен. Замаринованный чикен, вот такой вот, примерно, он будет стоить 12 долларов. И за паунд тоже, в принципе, 7 долларов, как и баранина. Вот, потому что это замаринованный. Значит, вот этот замаринованный чикен я не пробовала, поэтому я не буду ничего про это говорить. Именно этот не пробовала, другие пробовала, но не этот. Вот, что хочу, кстати, сказать по поводу баранины. Очень вкусно, не замаринованный, вкусный. Очень шашлык, ну, правильно, маринад, шашлык. Очень вкусно. И, кстати, по поводу стейка тоже очень вкусный здесь стейк. Поэтому, вы знаете, за очень приемлемую цену здесь можно себя иногда раз в неделю там побаловать. Кто любит? Конечно, я, естественно, люблю, потому что я казашка. Поэтому, да, мы без мяса не можем, мы кочевой народ. Поэтому, да, очень вкусно, приемлемая цена. Поэтому приходите, покупайте и давайте кушайте. Мясо, мясо это протеин, да? Ну, кто как, как бы. Вот, смотрите, значит, получается здесь у нас фарш. Buy one, get one free. Купите один и получите второй бесплатно, да? Значит, фарш у нас тоже получается 9 долларов за паунд. Вот 9 долларов за полкилограмма. Вот, смотрите, мы, значит, вот это 11 долларов, да? И получается где-то 1187, видите? Вот здесь вот 1187 за 12 долларов. Так как купи один и другой бесплатно, мы, получается, купим вот такие вот маленькие две коробки за 12 долларов. Очень хорошая цена. Но не сказать, что это очень дешево, но я не могу сказать, что это тоже дорого. Это приемлемая хорошая цена. Вот. За 7,99 за полкилограмма 8 долларов. Очень хорошая цена. Вот. А что, кстати, я хочу сказать. Я пробовала вот этот биф и пробовала вот такой биф. Этот биф, он не совсем уж вкусный. Честно признаюсь, так себе было. И этот намного вкуснее, потому что, наверное, оно более свежее, я так думаю. Но вот этот, он был не очень. Ну, по крайней мере, то, что мы и пробовали. Неплохие бывают вот такие, допустим, на бургер. Бургер. А, здесь, получается, для 4 бургеров, да, цена почему-то не написана здесь. Да, что-то цены нет. Но я так думаю, что это будет примерно около 10 долларов. Если, например, это 4 патти, да, примерно, я так думаю, что это будет около 10 долларов. Вот. Ну, может быть, 11 долларов и 3 цента. Может быть, я честно не знаю, но вот примерно, где-то около 10 долларов. Это я примерно, вот точно знаю, что это примерно будет так. Так, а что у нас здесь? Терки. Терки, это у нас переводится как индюшатник. Вот, индюшатник, да. Я надеюсь, что я правильно сказала. Вот. Такой тяжеленький, да. Могу сказать, это так. Но это странно, что нету цен. А, ну вот, смотрите. 3,99 за паунд. Ну, это смаринованный мидбулс. Это не то. А, вот, смотрите. Значит, терки 6,99. 7 долларов за полкилограмма. 7 долларов за полкилограмма. Скорее всего, здесь где-то килограмма 2, наверное. Ну, тяжеленький я прям чувствую. Вот, примерно. Замороженные готовые мидбулс. Это как бы наши тефтели. Но тефтели мы делаем с рисом, а это без риса. Он стоит, значит, одна коробка вот такая вот готовая. Уже небольшие тефтельки. Мидбулс. Это стоит вот 4 доллара за одну вот такую коробку. Тоже неплохо. Очень даже приемлемая цена для среднего американца. Вот так вот я скажу. Вот. Что у нас дальше? Чикен. Вот. Значит, ножки вот эти вот окорочка, как у нас называется, да, 3,50, да, это за полкилограмма. И вот, допустим, это будет у нас стоить, выйдет на 8 долларов. Тоже очень неплохо. Кстати, да, я вот эти вот замаринованные пробовала. Рекомендую. Очень классные. Например, если придут гости, хотите сделать барбекю, пожалуйста. Они очень вкусные. Так, что у нас здесь? Это порк, это значит свинина. Вот эти вот маленькие колбаски. Так, сейчас скажу, что тут цены. Где здесь? Вот. 7,49 или 6,99. Ну вот. 6-7 долларов за... 6-7 долларов за паунд. Вот. Вот. 6-7 долларов за полкилограмма. И вот это, наверное, и полкилограмма будет. Это один паунд, да, он будет... Вот. Обойдется вам примерно за 7 долларов. Вот так вот. Приблизительно. Вот такие вот расценки. В магазине называется Safeway. Вот. И так как у нас сейчас скоро приближается Thanksgiving, день благодарения, все, конечно, начнут покупать терки. Это индюшатник. Очень тяжелый. Очень-очень. Смотрите, за паунд это 2,50. И эту целую, целую индюшатник можно купить за 38 долларов. Очень тяжелый. Вот, смотрите. Он очень большой. И его запекают в духовке на 3-4 часа как минимум. Вот. Это терки. Все будут брать его, либо готовить, либо можно купить, будет приобрести уже готовые терки, что я обычно делаю каждый год, да. Поэтому нам, мы как-то вот больше любим, когда он готовый, чем его готовить там 3-4 часа. Вот. Ну, примерно вот такое вот терки у нас, значит. Так, значит, подписываемся на мой канал. Будем дальше делать обзор не только на цены, на продукты, а вообще на все. Очень интересно и очень полезно. Голос Калифорнии подписываемся, чтобы узнать много интересного про американскую жизнь.